Насколько известно, в Европе есть два политика, максимально лояльных к Кремлю и всегда готовых на прогиб перед путинской шоблой – это Меркель и Макрон. Оба неоднократно показали, что российский рейх для них приоритетнее европейской солидарности и во многом они своими действиями создали кризис, который сейчас бушует в Европе. Но Меркель заканчивает свою политическую карьеру и больше не в состоянии сильно повлиять на геополитические расклады в Европе, так как от политики после выхода на пенсию отойдет вообще. Приемники комсомолки, по всей видимости, не будут столь лояльны к России, поэтому Москва принялась обрабатывать единственного на данный момент лидера крупной европейской страны, который ради дружбы с балалайней и рублем готов жертвовать национальными и общеевропейскими интересами. Для этого в Париже 12 ноября высадится российский военно-дипломатический десант в лица министра обороны Шойгу и Лаврова. Других причин, кроме того, что в очередной раз прессануть французскую Эммануэль, у этого визита нет. Существует несколько очевидных повесток, которые предложат Макрону. Первое – политическое. Президенту Франции намекнут на то, что если он не продолжит антиамериканскую риторику, Кремль поддержит на следующих выборах прямых конкурентов, максимально лояльных к Москве. При этом поддержат не только финансами, информационными ресурсами, но и создадут Макрону максимально некомфортные условия для избирательной кампании и текущей каденции. Тут можно вспомнить и желтые жилеты, а также внезапные, совершенно необоснованные теракты. Вторая повестка экономическая. Кроме антиамериканской риторики, от Макрона потребует максимальной лояльности по Северному потоку-2 и вообще по всему, что связано с экономикой. Франция уже сделала прогиб под российский рынок, отказавшись от национального бренда шампанского. На очереди, по всей видимости, коньяк, майонез и марсельеза. Для давления будут использовать старые добрые угрозы – закрыть рынок или запретить продавать на нем продукцию под определенными брендами. Третья повестка. Геополитика. Кремль однозначно захочет, чтобы французский политикум работал в унисон по вопросам Украины, кризисами грантов и по восточным вопросам. Официальная Франция уже сейчас дует в кремлевскую дудку. Удар Байрактара по террористам на Донбассе – лишнее подтверждение. Позиция Франции четко антиукраинская. От визита Лаврова и Шойгу не стоит ожидать чего-то другого. Макрон, конечно, может встать в позу, но это крайне маловероятно, учитывая, какое политическое лобби имеет Москва во Франции и то, как Кремлю успешно удается крутить Макроном. Таким образом, стоит ожидать двух вариантов развития событий. Официальный Париж займет максимально удобную для России позицию, а это значит усугубление раскола в ЕС и обострение отношений с США и Британией. Или Макрон сдержит натиск и поставит крест на политической карьере, так как иметь его будут все. Визит российских упырей – это пока не угроза для стабильности самой Франции. Если в Кремле не удовлетворятся результатами встречи с Эммануэль, то гарантированно Париж получит протесты жилетов, мигрантов, вспышки насилия и остальные прелести гибридной войны, которую ведет Россия. Прогиб под Москву только оттянет неизбежное, что в итоге усугубит ситуацию. Поэтому надо десять раз подумать, стоит ли вести дела с террористами и начинать, наконец, предохраняться. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова Корректор А.Кулакова Корректор А.Кулакова Корректор А.Кулакова